Все, отлично. Начнем. Раз, два, три. Поехали. Здравствуйте, дорогие. У нас сегодня вебинар, как начать программировать на Java. Мы сегодня узнаем с вами, что это за язык, какой IDE нам стоит для него выбрать. Вот, собственно, план вебинара у нас на следующей страничке. Значит, напишем Hello World и ознакомимся с тем, какие есть типы данных Java, а также основные операции изучения. Начнем. Готовы? Поехали. Итак, язык Java появился в 1991 году. Да, ладно, он молод на меня. Изначально его называли OOK, а потом его переименовали в язык Java. Поэтому решили, что лучше так назвать, в честь кофе, которого пили в основном программисты, разработчики. Либо есть еще одна версия, что назвали его в честь острова Java, с которого, собственно, там кофе и происходит. Или в честь кофейных аппаратов, короче, вариантов новых. Изначально, кстати, у нас его называли Java, не трансферировали слово, просто Java произносили. Так, ну, исторический эксцурс прошел, теперь, собственно, по сути. Java что делает? Java переводит весь код, который вы пишете на языке каком-либо программировании, переводит в bytecode. То есть не сразу идет на компиляцию, не сразу получает, я говорю, что сначала bytecode, а потом виртуальная машина Java его начинает исполнять. Понятно или не очень? Вот, и картиночка так, чтобы было понятнее и веселее, и вообще удобнее. Так, кто вообще ничего не понимает про мирование действий, я так начинаю рассказывать сильно, резко, быстро. Ладно, итак, у вас есть код на языке Java, валяется он в файлике .java, расширение Java. Компилятор Java его переводит в объектный файл, который будет называться, не так, он будет называться с расширением object или с расширением class. А потом виртуальная машина Java его перекомпилирует под одну из платформ, под любую. Таким образом достигается просто платформенность языка. Дальше. Если вы знакомы с каким-либо другим языком программирования, то вам будет относительно просто изучить Java. Потому что, как видите, вот есть пример сравнения двух кодов на языке C-sharp или на языке Java, они очень-очень похожи. Так что, если у вас есть базовое познание в одном языке, перейти на другое, вам будут относиться на просто. Дальше. Ну, вот видите, практически одно и то же. В языке Java встроена форматическая сборка мусора. Это означает, что вам не нужно будет заниматься тем, что очищать память после того, как вы выделяли память на что-то. Ну, собственно, очень удобно, просто и сокращает вас от ненужной работы. Есть всего три основные среды, в которых можно входить на Java. Вообще их очень-очень много, этих средств. Десятки, если не больше. Но основных наиболее популярных три. Это IntelliJ IDEA, это QC и NAPINCE. Собственно, там есть ссылочки. Есть. Ну, давайте попробуем как-то лучше сделать. Я не знаю. Три основные IDEA. Самая популярная на данный момент из них это... Опустим. Потом вернемся к атмосфернику. Самая популярная на данный момент это Eclipse. Вот в данном случае показан график Google Trends. То есть по результатам запросов, как видите, Eclipse на первом месте вырывается по сравнению с NAPINCE и IntelliJ IDEA. Однако, и в принципе по использованию Eclipse, видите, тоже занимает лидирующие позиции. Потом идет надвинуться, потом интервью. Но, хотелось бы все-таки сказать, что с точки зрения удобства, этот вопрос какой-то и выбрать, для каждого он уникален. Каждый для себя решает сам, что выбирать. Итак, если вы до этого уже в САЛе на Eclipse, на Eclipse, ну предположим на Eclipse в САЛе, то вам лучше продолжать на НAPINCE. Если вы в САЛе на Eclipse, продолжать на НAPINCE. Если вы с нуля заходите, начинаете ходить на языке Java, то вы можете выбрать любую IDE, ту, которую вы больше захотите. Ну давайте я вам немножко все-таки про них расскажу, какую же все-таки выбрать из этих трех. Итак, самое популярное с наибольшим количеством пользователей это IDE Eclipse. Плюсов много. Первый плюс то, что она бесплатна. Второй плюс то, что она с открытым исходным кодом. И третий плюс там очень развита сообщество, которое работает с этой IDE. Очень есть много плагинов, так что может практически там быть реализовано все, что угодно. Недостатки Eclipse как раз происходят из-за его народности, открытого исходного кода. Например, там намного позже обновляется документация, чем выходит новая версия. Поэтому там открытшая документация. Плагины, которые вы будете вставить в IDE, они могут конфликтовать между собой. Так что вот это небольшие недостатки. NetBeans хорошая IDE, тоже идеально подходит для программирования на Java. Пользователи, которые пользуются NetBeans, меньше, чем те, кто пользуются Eclipse. Однако, NetBeans куплена компанией Oracle, которая сейчас является компорацией, которая занимается разработкой языка Java. Соответственно, это считается официальной IDE языка Java. И в первую очередь обновление выходит именно под NetBeans. То есть появляется, предположим, девятая версия языка Java. Кстати, сейчас последняя версия номер 8 сегодняшний, 2018 год. Итак, выходит новая версия языка Java. И в NetBeans первая получает эту версию, первая начинает с ней работать. То есть это официальная IDE под язык Java. Там тоже много плагинов, он также бесплатный. Плагины немножко меньше конфликтуют между собой. У остальных так звук есть, все меня слышат остальные. Итак, плагины на 20 менее конфликтуют между собой, поэтому система более надежная, но менее популярная по сравнению с Eclipse. И третья система – это IntelliJ IDEA. Она первая написана. С очень удобным, грамотным, красивым интерфейсом. Очень хорошая по производительности, с замечательной документацией. Минус у нее один-единственный, вы догадываетесь, какой? Да, она платная. Безусловно, есть бесплатная версия. Сейчас мы с вами ее обсудим, но до того, как обсуждать платные и бесплатные версии, я бы хотел сказать, что сейчас, может быть, у кого-то из вас нету Java, с собой вы не скачали ни Eclipse, ни IntelliJ, ни AdWins. Это не критично, это не страшно. Почему? Потому что есть онлайн-компиляторы, где вы спокойно можете запустить код на языке Java и выполнить его прямо в браузере. Браузер у вас у всех сейчас есть, как-то вы меня смотрите. Так что, пожалуйста, вот вам две ссылочки. Я думаю, нетрудно их будет отсюда переписать, и запустить, и так далее. Так. Как видите, если вам нужно компилить проект, который просто будет в консоли выполняться, как мы сейчас с вами будем делать вам, достаточно перейти по одной из этих ссылок и запустить компилятор прямо из окна браузера. Это более чем достаточно. Сейчас, где-то, ребята, они вот тут вот были. О, о. Я вам сейчас запрошу ссылочку в чате. Прямо оп-оп-оп-падам. Так что переходите по ссылке, включайтесь, и прямо начнем ходить там. Ну, а кто хочет, может себя поставить на загрузку в одну из этих замечательных ADS-средов. Ну, потому что если вы дальше хотите работать в Java, лучше все-таки работать с помощью какой-то из визуальных средств. Так. Я еще не рассказал вам одну специфическую особенность Java, связанную с cross-conference и бейк-кодом, но потом, чуть попозже. Сейчас давайте рассказываю про IDE. Итак, как я вам сказал, есть две версии IntelliJ IDE. Это платная и бесплатная. Если мы работаем с платной версией, то там есть все, что просто душа воживает. Бесплатный функционал ограничен. Поэтому, конечно, лучше работать с платной. Но платная относительно дорогая. Вот сумма вот такая, вот 250 долларов за год или 25 долларов за месяц. Поэтому не все, пожалуй, все потянут такие бездумные траты. Для начала, вот, в шоке воспользуются либо онлайн-темплядкой, либо бесплатной версией. Кроме того, для студентов можно оформить студенческую подписку на год. Для этого всего лишь нужна IC, это международный студенческий познание. Его можно оформить в профкоме, по-моему, 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 Собственно, рассказал, как можно добыть IntelliJ IDE, либо как ее получить бесплатно. Community Edition. Вы берите себе IDE, который вам по душе. Еще раз, если вы уже работали с какой-то другой средой, с какой-то IDE, то, наверное, вам проще продолжать с ней работать. Если работаете с нуля, я бы брал IntelliJ IDE. Ну, это моя личная рекомендация. Так. Все. Начнем. Hello World. Да? Нет? Или что-нибудь другое. Вот можем запустить любую из этих систем, либо запустить Eclipse. Там нам нужно будет создать новый проект, ввести имя для этого проекта, и таким образом мы начнем создавать нашу первую программу. Можно, опять же, открыть просто одну из тех ссылок, которые я бросил, и там записать нужный код. Дальше. В проекте нужно будет создать класс. Для этого щелкаете new, класс, тем самым вы создадите новый класс. Когда вы создадите класс, нужно обязательно отметить, что он будет public, и поставить галочку напротив public, кстати, и после этого нажать finish. В итоге мы получим вот такой вот код. Public class Hello World, public static void main, string, квадратные скобочки, art и так далее. Вам фактически нужно будет дописывать только одну единственную строчку. System.out.inflm.helloworld. и таким образом вы получите готовый код на языке Java. Давайте там где-то через слайдик подробнее разберемся. Нужно в Eclipse создавать конфигурацию, чтобы его запустить. Ну, сейчас кто-то запустил Eclipse или нет таких объявлений, которые с Eclipse работают? Если нет, то вот достаточно перейти на одну из этих ссылок и там это написано. После того, как вы откомпилируете проект внизу, вы увидите результат выполнения Hello World, в котором мы и должны были увидеть, вывести на экран. Давайте немножечко поясним, что тут происходит в этой чудной программе. Если вы ручками пишете, первая строчка у нас в программе будет Public Class Hello World. Это не что иное, как объявление класса. Public означает, что класс будет публичным или доступным. Это всюду класс, ключевое слово для объявления класса. И Hello World это название нашего класса. Могли написать абсолютно любого. Вася, Петя и так далее. Фигурная скобочка это открытие для тела класса. Дальше. Метод Main. Это основной метод нашей программы. Это точка входа в нашу программу. И отсюда начинается выполняться наш код. Public говорит о том, что доступ будет завсюду. Static. Это ключевое слово, которое говорит, что не нужно создавать экземпляр класса для того, чтобы использовать этот метод. Вот еще одно ключевое слово, которое говорит о том, что метод не будет возвращать ни в эти значения. Main. Main это опять же такое специфическое слово, которое говорит о том, что это главный, основной метод в нашей программе. Программа начинает работать именно отсюда. String с квадратными скобочками это не что иное, как массив строк. То, что находится в круглых скобках, означает, что это аргумент для метода Main. Когда мы будем вызывать метод Main из командной строки, мы бы тоже могли бы написать какие-нибудь атрибуты для него и тогда бы они попали сюда. Ну и фигурная скобочка дальше открывает тело метода. Дальше мы можем написать вывод, сообщение для вывода на экран. Но вот тут у нас было System.out.println System.out.println Дальше вы видите Hello World в квадратных скобочках. Это означает, что мы выводим строку на экран, поэтому мы ее заключили в двойные кавычки. И круглые скобочки это не что иное, как аргумент для нашей операции. Операция Println она выводит текст на экран и переводит строку на следующую позицию. То есть вывела Hello World и делала абзац. Так что если мы будем писать после этого еще один текст, он появится на новой строчке. Ну, собственно, вот и все. Так. Еще один человек потерял звук. Но зато у меня есть замечательные слайды, где и так все понятно. Да? Да. Итак, какие-нибудь вопросов в первой программе у вас возникли? Скажите «да» или скажите «нет». Я вам что-нибудь расскажу по этому поводу. Кто-то попробовал перейти по одной из этих ссылок и написать простейшую программу? Ну ладно, мы с вами попозже попробуем. Так, я в принципе такой вебинар провожу ориентированный на тех людей, которые разбираются в программировании на чем-то. Ну, если вы с нуля, я думаю, что ничего страшного такого вы не слышите. Да. Логин в этих системах нет, не нужен, можно просто заходить. Статик означает, что нам нет необходимости создавать экземпляр класса для вызова этого метода. Нам это not a number. Да, запись вебинара будет выложена позже чуть, она появится на сайте вешка и на ютубе. Итак, основные типы данных в Java представлены все на экране. Целочисленные тип данных от 1 до 8 байт, соответственно, байт, шорт, инт и лонг. Самый самый большой тип это тип лонг из целочисленных до 9 и минус 9 на 10 в 18 степени. Дальше, вещественный тип данных это, соответственно, float и double, там степени намного больше, плюс в языке Java есть возможность задать плюс-минус бесконечность и not a number значение, не число. Что-то подобное может получиться при выполнении арифметических операций, когда оп, и все, вышло куда-то за границу. Дальше, символьный тип данных занимает 2 байта, это тип данных в чар. И логический тип данных, тип буллиан, занимает 1 или 4 байта в памяти. Вы можете спросить как-то, 1 или 4, что это такое, 1 или 4. 1 байт, если в составе массива, и 4 байта обычный, тип буллиан. Чаще всего 4 байта, если внутри массива, то 1. Значение, соответственно, только true или false, никаких ноликов или единичек. Ну, вроде бы все понятно. Давайте теперь узнаем что такое переменная. Переменная это некоторая именованная область памяти, куда может быть что-то записано. Представьте, коробочка, картонная, записали листочек и написали, что на листочке положили внутрь этой коробки. Вот эта коробка это не что иное, как переменная. Переменная на языке Джава может сформироваться ее имя, быть еще угодно. Это могут быть и латинские буквы, это могут быть и цифры, это могут быть и символы. На самом деле можно даже использовать кириллический алфавит для именования переменной, но это крайне не рекомендуется. Плюс нельзя начинать имя переменной с каких-либо иных символов, то есть может начинаться только с обычных латинских букв. Еще раз повторюсь, лучше не использовать кириллический Да, можно, но не нужно. Вот ниже примеры того, как могут выглядеть переменные на языке Джава. int a, w, d, int x, y через d, то есть мы в одной строчке описали сразу несколько переменных. Опять же не рекомендую такого делать. Так, ну, говорим о каких-то особенностях работы с переменной. Первая особенность, когда вы создаете переменную, вы можете сделать ее не переменную, а константы. Для того, чтобы сделать переменную константную, для этого нужно дописать слово final к преобъявлению переменной. То есть final int x42 это мы объявили не что иное, как констант. Дальше. Переменные не инициализируются автоматически. То есть если вы написали просто int x.z, то это не означает, что их будет правильно по умолчанию нулю. Нет. только внутри массива переменные инициализируются нулями. Логические массивы инициализируются значения hold. Ну вот собственно по поводу инициализации рассказал. То есть нужно вручную задавать значения инициализировать каждый элемент, который вы создаете. безнаковые числа в java отступают. Если вы с ними знакомы, добавлять идентификатор unsigned и безнаковое число. Но в java это невозможно. Так что зря вам это говорю. Дальше. Все операции с вещественным типом приводятся к типу double. Как вы помните, есть тип 4 байта, а тут все double приводится. Тип boolean занимает 4 байта памяти как переменной один байт в массиве. True и false неэквивалентные единственные опять же говорил. Чтобы большие числа сделать более понятными, их можно поделить вот так с помощью нижних подчеркиваний. Удобно действительно для восприятия, хотя несколько странно выглядит. Кроме чисел естественно мы можем работать и со строками. Для этого используют строковые литералы. вот здесь мы можем видеть числовый литерал для задания чисел и строковый литерал для задания строки и литерал. Они бывают целочисленные, дробные, булевские, символные, строковые и налоги литералы для значения налоги значения. Числовые литералы. Мы можем на языке Java написать число в восьмиричной системе исчисления. Все знают, что такое восьмиричная система исчисления? Хорошо. В какой системе исчисления мы с вами считаем обычной? В десятичной. Красавцы. Чуть-чуть-чуть-чуть. Молодцы. Вот. Восьмиричная система исчисления это система в основном которая лежит число 8. например у нас записано число 0.56 в восьмиричной системе. Что это за число в десятичный год? Показано дальше как его разложить. Нолик это для того чтобы понять что это восьмиричная пятерка умножается на восьмерку и прибавляется шестерка умноженная на восьмерку в нулевой степени а 8 в нулевой степени это 1 то есть 5 умножить на 8 и 6 умноженное на 1 итого число 46. Страшно да? Зачем такие извращения? Ну еще и 16-ричность системы исчисления там все умножается на 16 и то чтобы записать число 16-ричность системы исчисления нужно написать 0x и тогда у вас это будет число 16-ричность системы исчисления обычно оно используется для техники об изучении цветов и чего-то подобного еще мы можем задать помимо тех литералов которые перечислил ну литерал типа дабл срочкой либо в научной анграции можно записать вот видите 2e5 это не что иное как 2 умноженное на 10 в пятой степени можно записать не положительную степень а отрицательную g-3 можно сказать что давайте в бочку закинем данных long не integer допишем л чтобы сделать его вещественным можно написать букву f хотя зачем так делать непонятно достаточно было написать 2.0 ну и для w w kd так а теперь спецсимволы ну те кто из вас как-то изучал программиру они все эти спецсимволы знают ну самые-самые популярные из них это наверное slash n и slash t n перевод на следующую строчку slash t это табуляция и последний предпоследний символы там где slash одинарная двойная ключ это если вы хотите вывести одинарную или двойную кавычку на экран потому что так просто не выглядишь правда же ладно идем и дальше и мы дошли до основных операций на языке java вот теперь самое-самое пошло интересное для того чтобы работать с консолью нам нужно подключить две библиотеки import java util сканера это для того чтобы сканировать нажатие клавиш пользователем и input output exception для того чтобы считать нажатие клавиш n давайте посмотрим как это происходит итак чтение данной с клавиатуры очень просто для начала мы создаем экземпляр класса сканер сканер in присвоить new сканер system in это мы настраиваемся на чтение данных in input и дальше начинаем считывать данные например int a присвоить in next int это мы считываем целое число которое ведет пользователь и так далее для того чтобы вывести что-либо на экран используется другой поток используется поток out system out print это вывод на экран ну я надеюсь вы попробуете что-нибудь из этого давайте попробуем с вами перейти на онлайн компляторов и попробовать одну из этих строчек да в отеле какой-нибудь из них там они выше 10 чатиков включаем экран раз раз два три кто-то видит мой экран скажите да мы видим ваш экран или нет мы видим наш экран и вот он наш колор пробуем запустить запустился так а сейчас видим видно 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 скажите да мы видим да да отлично итак вот мы запустили лайн компилятор запустили строчку давайте попробуем что-нибудь другое написать hello с кем поздороваться из вас с Андреем последним hello Андрей и да да я ну вот собственно такие маленькие простенькие программы если мы если мы хотим знать когда была нажата клавиш enter вот пожалуйста try catch и ждем нажатия клавиш так это были простейшие операции для работы с концом поехали дальше условные операторы те из вас кто программировал на C Sharp должны быстро освоить работу в Java с условными операторами это обычные операторы if else switch и так далее самая большая разница между Java и C Sharp в то что в C Sharp после каждого кейса нужно использовать break или go to Java это делать не обязательно вот вам пример программы которая подсчитывает количество дней в месяц как видите здесь после кейсов 1, 2, 3, 5, 7 и так далее нету ни break ни go to ничего таким образом мы для первого, третьего и так далее месяцев устанавливаем количество дней равным 31 а для 4, 6, 9, 11 30 для второго месяца то есть для феврага мы рассчитываем количество дней очень хитрой формулы если это у нас год который без остатка делится на 4 или без остатка и не без остатка делится на 100 то есть например не 2000 год и не 2100 год или он без остатка делится на 400 вот тогда будет 29 дней иначе будет 28 вот так вот сложно рассчитывать количество дней февраль но видите программа с этим справляется ну собственно все вот небольшая франка которая считает количество дней плюс показывает разница между подходом который используется в Java и тем подходом который используется в C-Sharp при использовании оператора Switch поехали дальше циклы циклы в Java опять же очень похожи на те циклы которые используются в C-Sharp которые используются в C++ это цикл с счетчиком цикл for это цикл с cost условием цикл do while и цикл с предусловием просто while есть еще цикл по коллекциям то что в C-Sharp называется for each то есть если вам нужно пройтись по массиву вы можете его использовать ну вот они три варианта цикла я думаю все они вам понятны известны ничего сложного в них нет есть три оператора которые позволяют нам работать с циклом или с тем же оператором switch это continue break и return continue переход до следующей операции цикла выход из цикла это break и выход из программы или программы это оператор return если мы хотим работать с некоторыми математическими функциями как-то их обрабатывать например находить корень возводить число в степени нам первый вариант подключить библиотеку math нужно для этого написать import math либо перед использованием каждой из функций каждого метода писать math . math . abs это абсолютное значение получим если хотим возвести число 7 в квадрат нужно написать пол ну и так далее интерес представляет то что опять же здесь есть константы которые часто используются для константа и это число и основание натурального логарифма если нам нужно вычесать синус и косинус здесь синус косинус и здесь даже рактан ну и так далее для того чтобы получить целую часть мы можем использовать банальное приведение типа int записать и получим целую часть если нужно округлить то использовать достаточно равном так дальше для того чтобы нам генерить много много случайных чисел на языке java мы можем использовать класс random import java till random и все можем использовать генератор случайных чисел для начала его создадим эксцентрар класса random и после этого начнем генерировать случайные числа первый вызов во второй строчке просто генерирует случайное целое число в абсолютном случайном диапазоне второй вызов генерировать числа от нуля до десяти включительно можно сгенерировать длинное целое то есть не типа integer а типа long там и 2 миллиарда может выпасть и больше несколько миллиардов и так далее случайно булевское значение можно сгенерировать или естественное значение когда мы в java работаем с цифрами вещественные может получиться достаточно забавный результат вот например мы из числа 2 вычтем число 1.1 угадайте что вы увидите на экране да вот цвет уже есть на экран число 0 8 9 9 9 9 9 9 1 не очень правильный ответ правда же потому что должно получиться 0.9 просто 2 6 1 и 1 все из-за того что компьютер тяжело работать с двоичным представлением каких чисел как 1 третью ему тяжело хранить в системе так и 1 десятую также тяжело хранить как с этим справляться нужно не использовать тикдабл если вы боитесь что-то потерять а использовать вычисление повышенной точности сейчас мы с ними познакомимся итак для того чтобы использовать вычисление повышенной точности достаточно создать экземпляры класса вик децимал и туда запихать одно число второе и после этого вычесть из одного числа другое тогда мы получим точный и правильный ответ 0.9 как и планировалось но для этого видите нужны класса подключать немножечко специфичный синтез используют это естественно будет использоваться если вам нужна очень-очень высокая подключение так если вы хотите работать с указательными Java то спешу вас обрадовать там их нет максимум что вы можете использовать Java это ссылки для того чтобы использовать ссылки вам нужно сначала создать некоторых XMDR классов для класса Integer и присвоить ему некоторые значения теперь у вас есть ссылка с именем nsumvaluer и типом Integer однако использовать ее пока нельзя вот нужно будет немножечко с ней поработать и после этого возможно будет только ее использовать итак как преобразуются типы в Java есть явное преобразование и неявное преобразование явное преобразование это когда вы пишете вот такие куклы и скобочки тогда одно число приводится к типа другое число то что вы написали в круглых скобочках неявное преобразование это приведение одного типа к другому по алгоритму который написан выше то есть бывает преобразуется в short short и так далее и так далее если вы не используете никакое преобразование используется неявное あー используется будет явное преобразование вот вам Примеры преобразований и приведений типов. Здесь мы попробовали число 1993 закинуть в строку. Дальше мы преобразовали целочисленное число из строки, то есть у нас было число, там лежала цифра 40, число 42, и мы его преобразовали в переменную целочисленного типа. Примеры преобразовали, также мы могли и вещественное число, как у нас получилось в третьей записи, в третьей строчке этой кабрицы. А дальше мы записали число 31 в обычной системе числений, то есть с помощью ноликов и единичных. Также могли записать в 16-ричной и 8-ричной системах. Ну вот там написано как. Если мы хотим преобразовать дату, то это немножко тяжелее происходит. Для этого мы должны создать экземпляр класса SimpleDataFormat, записать в строковую переменную дату, и после этого можем ее вводить на экран. И наоборот. Так. Классы в Java. Мы быстро с вами идем, пора нас немножко медленнее. Класс в Java точно так же создается, как и все Sharpie. Сначала идет идентификатор, спецификатор доступа для класса, потом ключевое слово class, потом название класса и фигурные скобочки, которые начинают тело класса. Дальше вы можете увидеть поля класса. Стринг, name это поля класса, int name тоже кода класса. Это все элементы нашего класса, которые будут хранить некоторые значения. Дальше. Паблик, string, say. Это метод класса, публичный метод класса, который имеет атрибут сейстринг, который будет передаваться внутрь класса. То, что мы укажем в атрибуте, то наше животное и скажет. Если мы хотим создать экземпляр класса, то есть вот это, это мы его описали. Теперь, если мы хотим его использовать, если у нас нет никаких статических методов и статических переполей, тогда нам обязательно нужно создавать экземпляр класса. Создаем экземпляр класса, для этого пишем название класса, потом название переменной или экземпляра класса. И пишем присвоить меню название класса. В данном случае название класса плюс скобочки круглые, это не что иное, как вызов конструктора. После этого можем задавать значение любому из полей класса. Если мы хотим создать наследник этого класса, достаточно дописать слово extend и повторить написание класса, как было и раньше. Ну, собственно, вот и все. Это мы только что с вами создали экземпляр класса, присвоили значение поля класса и вызвали метод класса на выполнение. Так, по поводу классов есть ли мы попрощение? Ну и ладно. Дальше. Многопоточность. Многопоточность Java это сложная штучка. Итак, начнем с того, зачем нужны общепотоки. Как вы знаете, сейчас в компьютерах в основном больше одного ядера. И если вам так повезло, что у вас ядер в компьютере больше одного, то чтобы повысить скорость выполнения программы, желательно, чтобы эта программа была многопоточной. В Java мы можем работать с потоками. Главный поток это поток main. И есть все остальные потоки, которые являются вечерними потоками. Для того, чтобы работать с потоками, нам приведятся следующие методы. GetName для того, чтобы получить имя потока и SetName, чтобы задать его имя. GetPriority получить приоритет потока. Ну и так далее и тому подобное. Нас больше всего интересует метод run, это запуск потока. Join ожидание завершения потока. Ну, собственно, начнем, посмотрим пример работы с потоками. Итак, вот этот маленький примерчик получает имя потока и выводит это имя на экран. System.out.primpline, это мы знаем, что делает. А BetName, как мы знаем, получает имя потока. Ну, вот для, опять же, примера, разберем программу вычисления числа P. Для того, чтобы его посчитать, не просто брать константу, за функцию мы с вами несколько слайдов назад видели, что есть такая вещь, как константа для числа P. Здесь было вот оно, MESP. То есть достаточно можно было бы использовать просто константу. Оп, оп, оп. Так, красненький. Вот так вот написать, и еще ничего не нужно было бы вычислять. Но можно было бы немножко извратиться и использовать вычисление числа P через знакопоточность. Как мы с вами попробуем. Итак, для того, чтобы вычислить число P через знакопоточность, мы используем вот эту форму. Ой. Получилось похоже на москоп. На тараканчик. Можно еще немножко. Раз, раз. Вот. Или все-таки на тараканах больше. Итак, вот эта формула-ка. Очевидно, что мы можем использовать многопоточные. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Если мы используем однопоточное вычисление с этой формулой, то будет выглядеть вот так вообще. За миллион шагов, да, миллион, надо посмотреть, вот видите, мы тут не разделили, нет, не миллион. За 10 миллионов шагов мы получим число P. Как вы понимаете, эта программа будет выполняться относительно долго. Конечно, на наших гидрох научно узнается будет все равно очень быстро. Но, если мы будем использовать многопоточное вычисление, на выполнение, ну, не на 50% быстрее, но процентов на 40, на 30, скорее всего, да. Можете засечь время, посмотрите, что будет работать быстрее. Итак, здесь мы начали потоки, присоединили их и посчитали число P. Ну, естественно, нам еще нужно было написать саму функцию, которая все считает. Вот она, здесь написано. Собственно, вот она, вычисление числа P. Так, ну, что я хотел вам еще раз сказать. Вот как-то вначале быстро прощелкал, не рассказал по поводу сути главного языка Java. Зачем вдруг им пользоваться? Еще вдруг. Ну, пока перейду на вот этот слайд, слайдик с полезными ссылками. Итак, очень важной особенностью языка Java является то, что Java – это просто платформенный язык. То, что вы разработаете на Java, вы сможете запустить где угодно, на чем угодно, на любом устройстве. Единственное небольшое ограничение, которое при этом будет присутствовать, то, что вам необходимо, чтобы там была виртуальная машина Java. Как только она там появится, все, вы сможете запускать и выполнять под написанную язык Java. Благодаря этому прекрасному достоинству Java, кросспоформенность, ее можно использовать где угодно. Благодаря тому, что язык Java, он изначально объектно ориентированный, и все там в объектах, и очень так. Короче, шанс ошибки достаточно мал, а язык Java стал очень популярным. Почему вдруг язык Java не единственный, оставшийся в живых язык программирования, почему все пишут не только на Java? К сожалению, байт-код, который мы получаем, и в принципе код на языке Java, он выполняется немного медленнее, чем код на прочих языках. То есть при прочих правах код на языке C++, в чистом C, будет выполняться быстрее, чем код на языке Java. Не всегда, но в большей части случаев. То есть, к сожалению, да, Java более медленный язык, но Java позволяет писать программы намного быстрее и делать их сразу просто в форме. Что несомненно является его большим достоинством, поэтому на сегодняшний момент язык Java является самым популярным языком для разработки десктопной и в принципе университета. Поэтому изучение языка Java это для многих из вас должно стать приоритетом. Я подобрал специально для вас несколько полезных ссылок. Как вы знаете, в наших уроках, к сожалению, Java посвящен только один урок, но обладая теми знаний, которые у вас есть по Pascal и по C-Sharp, в принципе, освоит Java на базовом уровне для вас не состоит от труда. Если вы хотите дальше углубиться, пожалуйста, есть текстовые уроки по Java, я ссылку привел. Он, наверное, вам нужно их сюда скопировать, что-то как-то так не очень удобно. И так, на всякий случай напомню, что в уроках Ешка, урок по Java это урок номер 20, да? 20-й урок. Ну, я у него сбросил, смотрите. Видите, вот все в части лежит. Итак, 20-й урок среди уроков Ешка программирования для начинающих это урок по Java. Там, в принципе, вся эта информация еще более подробно, чем я сейчас вам рассказал, дается. Но если вы захотите глубже изучать Java, то, пожалуйста, вот вам куча полезных ссылок. Для начала можете посмотреть тексты уроки, если вы хотите побыстрее освоить какие-то аспекты. Если вы готовы слушать видео и потратить несколько суток на изучение языка Java, глубоко, с выполнением задания, с изучением всех основ, дальше и дальше, дальше, то рекомендую пройти по второй ссылке. Более упрощенный вариант видеоуроков, здесь по ссылке номер 3, там есть издание текстовое объяснение к урокам и просто видеоуроки без заданий текстовое объяснение по четвертой ссылке. Ну, еще можно порекомендовать, также попробовать Java Rush. Это тоже неплохой сайт, где в очень такой доступной игровой форме объясняются некоторые аспекты программирования. Ну, если что, спрашивайте, какие есть вопросы по этому вебинару, какие есть пожелания по следующему вебинару, что вы хотели освоить, что вы хотели услышать нового, интересного. Ну, пока вы думаете, могу все опознать с 23 февраля. Сегодня день вебинарный, правильно? Да, 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 да. Про Java Rush сказал. Ну вот, спасибо, что привели ссылочку. Отлично. Вопросы, пожелания по следующему вебинару мы бы хотели услышать про и там двоиточек. Я могу продолжить уроки, вебинары по Android Studio, по программированию на Android, могу рассказать еще что-нибудь по поводу C Sharp, про PHP, могу про Java продолжить, что вы хотите. Конкретнее. Java, часть 2, я понял, еще пожелания. И PHP. HP. Да ладно, у вас же не осталось двое в чатике, у вас больше. Я знаю, он 26. C Sharp. Стоп, 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 стоп. Вот те люди, которые пишут C Sharp, Java и PHP. Можно немножко больше конкретнее? Проси. Ух ты. JavaScript. недавно смотрел последнюю статистику по вакансиям. Самый требуемый язык, не угадайте какой ни за что, во всех вакансиях есть практически для программистов, SQL. Но вебинар по SQL у нас уже был, так что по SQL вебинарах не выгодят. SQL дается в сочетании с другими языками. Второй в окулярности это Java. C Sharp в пятерку уходит. Смотря где смотреть, смотря какой. Короче, в топ-10 точно C Sharp выйдет. C вузовский я не думаю, что он будет прям всем интересен. Конечно, C хорош на плане как основа для того, чтобы изучить какой-нибудь другой язык. но на самом деле программистов не так много сейчас. Так, какие еще есть предложения? И все-таки конкретно хотелось будет слышать, что конкретно по SQL и по Java хотелось слышать. Ладно, так, с основной частью вебинара мы закончили и про Ruby. Какие у вас разноплановые интересы? хорошо. C Sharp, PHP, Java, часть вторая. Про Android хотите вебинары или не хотите? Не написали ничего. Хотите? Ну, все, хотите. Боже. Да, да, да. Хорошо. Вы первый вебинар по Android студию смотрели? Где? Какой вебинар? Вот. Правильно. Он уже есть. Там у него можно так кинуть и скинуть. Вот. Как-то я уже не помню название конкретно. Сейчас найдем выбросы. Так вот. Есть на данный момент по-моему около 15 вебинаров в принципе которые есть. Сейчас я их понахожу все. Не понахожу. Это долго. Ну, ладно, давайте еще что-нибудь. Расскажите что-нибудь. Или я вам что-нибудь расскажу. Даже не знаю что сейчас самое-самое актуальное. Ну, действительно под Android актуально разрабатывать. Про Java глубже рассказать хотелось бы. Про вот и ссылочка на вебинар это по Android Studio. Первое которое настояло. Там просто дается базовое понятие что-то такое огранирование под Android как оно происходит что для этого нужно. Поэтому в принципе достаточно чтобы сделать тот же Hello World под Android. Если у вас есть смартфончик под управлением Android то можете попробовать. Закините запускать смотрите сами писать. Ладно наверное все-таки с вами попрощаюсь. С праздником вас дорогие. всего самого лучшего. Я был рад вас всех видеть. Хорошего настроения и счастья вам. Чао.